Вот за этими воротами на артиллерийской 4 некогда располагался 46-й авторемонтный завод Минобороны. Но с 2014 года предприятие банкрот. Спустя три года у него появляется временный арбитражный управляющий, некто Ибрагим Салиев, который, по данным военных, имеет двойное гражданство. Звучит, что он является гражданом России. Он получил соответствующий паспорт граждан РФ, будучи в Крыму, перебывающий там. Больше того, он зарегистрировался там как субъект предпринимательской деятельности вместе с Симферополем. И в то же время он задействовал функции самоуправления и ликвидации. 17 января Салиев назначил аукцион на самом предприятии. Однако продажа фактически прошла в другом месте и в закрытом режиме. Отбылся аукцион, но только 29 сечня мы заявляем, что он проводился совсем другим адресом, хотя в оголошении, которое он разместил на сайте Минюсту, как это предъявлено законом, аукцион должен проводиться на территории государственного предприятия. Аукцион произошел 17 числа, но не только не за этой адресой, а еще и не в тот момент, который визначен в оголошении. В оголошении заявлено, что аукцион будет проводиться с 9 до 10 часов. Победителем этих торгов стала компания «Интайм», которая оказывает услуги грузоперевозок. Минобороны еще до торгов добилась ареста имущества завода приморским судом. Но Салиев через госрегистратора в Великомихайловке удалил соответствующие данные из госреестра и продал 14 зданий вместе с частью имущества Госрезерва Украины, запчасти и ГСМ. На территории завода сейчас проживают бывшие военные, часть которых усилиями арбитражного управляющего уже лишилась прописки. Люди говорят, что их выселение – вопрос времени. Вчера в 9 утра, когда я выходил на работу, старшие охраны смены охранной фирмы «Каскад», это подразделение легиона, сказал, говорит, мне руководство передало, что после вашего выхода вас обратно не запускать на территорию завода. На что я сразу развернулся и пошел домой. Соответственно, позвонил в военную академию, сказал, что я в отпуск заявление напишу на данный момент. Взял я отпуск, жена взяла по собственному желанию, сын тоже дома. То есть никто сейчас на данный момент не выходит. Сегодня мужчину домой все-таки впустили. Что заставило охрану так поступить? Отмена распоряжения или присутствие телекамер – неясно. По всем озвученным фактам, военная прокуратура уже обратилась в Минюст и полицию. Сам Ибрагим Салиев сейчас скрывается.